Это презентация, которую я делала в Ярославле для врачей, но в принципе она здесь все понятно и для нас. Вот такая страшная цифра. 3,5 миллиона пациентов сейчас в России находятся, из них 600 тысяч выявляется ежегодно, и, к сожалению, половина теряется России. И, безусловно, мы как сообщество ставим для себя цель, именно как организация, глобальная реализация всех наших прав, всех наших возможностей в законодательном поле. А уже для пациентов мы оказываем и юридическую поддержку, и психологическую поддержку, и самое главное, когда мы создавались, прописали 36 целей, хотелось объять необъятное, но поняли, что самое главное для нас – это правильная, нужная, грамотная информация и вовремя. Нам, когда мы получаем листочек с обозначением, что у меня рак, потеря страшная, то есть ты всегда думал, что это где-то с кем-то, но не со мной, а вот теперь свершилось со мной, и что с этим делать, куда бежать, и что делать, как делать, насколько быстро делать. Поэтому пациентам нам важно, чтобы была правильная, грамотная информация и вовремя. Ну вот это наши цели и, собственно, задачи, которые мы перед собой ставили, это мы такую выжимку сделали для информации. Безусловно, мы боремся за качество жизни наших пациентов и нас самих, и это совместно с врачами происходит довольно эффективно, когда для пациента как раз то самое правильное информационное поле сформировано. То есть качество жизни, о котором врачи говорят в последнее время, все больше и больше и чаще и чаще. Не просто нас лечат, а пытаются лечить нас так, чтобы мы себя максимально комфортно чувствовали в нашем лечении. Это всемирная организация по качеству жизни, мне очень нравится это высказывание, и оно, мне кажется, стреляет прямо в цель, потому что не только важно нас вылечить, но и сохранить нашу социальную адаптацию, сохранить наше психологическое благополучие. То есть все вместе мы ждем, когда это все вместе будет гармонично. Это то, что объективно и субъективно оценивают доктора, и субъективно оцениваем мы с вами. Критерии оценки. На самом деле я, наверное, вот это пролистаю, потому что это не столь значимо для сегодняшнего моего сообщения, а вот это как раз значимая история. Мы реализуем такой проект, как группы взаимопомощи. Вот у вас это школа пациентов, а мы реализуем повсеместно, по всей стране группы взаимопомощи. То есть это немного в другом формате происходит. Не просто доктора вот так с трибуны нам о чем-то такой, какой-то теме вещают, а мы садимся за стол, за чай, и врач вовлечен в свободную дискуссию. То есть пациенты свободно задают все вопросы, которые их волнуют. Чем лечусь, как лечусь, меня тошнит, меня все негативные проявления. И это, как оказалось, полезная форма не только для пациентов, но и для врачей, потому что к нам приходили специалисты очень высочайшего экспертного мнения, которые десятки лет работают в онкологической теме. Они говорили о том, что, слушайте, первый раз услышал, что пациент волнует вот такие проблемы. То есть на протяжении многих лет пациенты не обозначали, что вот именно их это тревожит. Мы разделили их на три больших направления. Это женщины, мужчины, родители, детей. Но в этих нишах есть еще деление. То есть, например, женщины разделились рак молочной железы и рак, например, репродуктивной сферы, онкогинекология. Мужчины разделились на два больших, голова и шея, и практически все остальные. То есть рак легкого, рак кожи и так далее, и так далее. Хотя, в принципе, у нас есть группы в WhatsApp большие, где женщины любой нозологии подключены, и они там свободно перемещаются, ну, куда они желают подключиться, туда мы их подключаем. И родители детей, потому что это отдельная вообще категория. Это категория, которая волнует совсем другой спектр, нежели мужчины и женщины просто. Но опять-таки из родительского сообщества детки, подросшие, переходят уже во взрослые группы, самостоятельно подключаются. Мы это с удовольствием делаем. 28 региональных отделений у нас есть, где работают эти группы, то есть 28 городов, где вот такие группы существуют, и они там тоже реализуют по-разному свою работу. Есть активные регионы, где в группе есть работа с психологами, с юристами, у них есть свои программы реабилитационные и так далее, и так далее. А есть, где просто вот проводят эту группу, и все, и как бы больше не делают особо глобально ничего. У нас есть телефон горячей линии, который работает 24 часа в сутки бесплатно по всей стране. Мы сейчас, вот вчера как раз сдавали статистику в Минздрав, у нас проходит около 10 тысяч звонков, поэтому вот мы стараемся максимально реализовывать возможности вот такие. У нас есть единый информационный портал, где мы выгружаем всю информацию полезную для пациентов. Пожалуйста, если хотите, читайте, мы с удовольствием делимся на ней информацией. Мы издали уже 8 вот таких брошюр, это полезно и для пациента, и для врача, особенно для того, кто впервые столкнулся только с диагнозом. В каждой из этих брошюр рассказано про все полностью, с чем так или иначе столкнется пациент, то есть какое у него будет лечение, какие будут побочные эффекты, с которыми можно столкнуться. Здесь уложены психологические вопросы, юридические вопросы, самые простые, которые пациенту необходимо знать, и так далее. Мы организуем консультации, у нас есть, в нашей организации работают и врачи, и психологи, и юристы, то есть есть возможность получения второго мнения, у нас заключены договора с очень многими и федеральными, и региональными учреждениями, то есть мы имеем возможность получить второе мнение экспертное у врачей, с нами работают психологические службы, несколько больших психологических служб, мы организуем и мини-группы, и работа на телефоне, то есть все возможные формы, какие есть, психологов подключаем, ну и, соответственно, юристы, начиная с простой консультации на сайте или по телефону, заканчивая сопровождением, если это необходимо, до суда. Ну вот в прошлом году мы провели 9 актуальных круглых столов, один из которых, это была, нами работа начата вместе с компанией Nutrice в прошлом году в январе, мы презентовали первую книгу «Силы есть», вы можете ее почитать в любых ресурсах интернета. В книге были собраны 10 таких, на наш взгляд, показалось, интересных пациентских историй, и с Дарьей Донцовой мы эту книгу презентовали, это был первый шаг наш по работе с питанием. Для чего это все делалось? На самом деле это была большая информационная кампания, потому что наша задача внести питание в амбулаторное звено, чтобы пациент, выписавшийся из учреждения, получал питание бесплатно по всей стране. Слава Богу, вот Санкт-Петербург является одним из первых пилотных проектов, где питание некоторым нозологием онкологическим пациентам с некоторыми заболеваниями выдается бесплатно. Ни в одном регионе больше такого нет, только Москва и Санкт-Петербург. Ни в одном регионе пациенты, выписавшиеся, питание бесплатно не получают. Поэтому наша глобальная задача, чтобы питание лечебное, которое жизненно необходимо пациенту, он имел возможность его получать бесплатно. И вот для этого у нас происходило огромное количество мероприятий, начиная с книги, потом были пресс-конференции, круглые столы. Последний круглый стол был в МИМ-промторге, где уже правительству была одна задача – просчитать, насколько возможно финансово обеспечить эту программу. Да, я уже заканчиваю. Ну вот это пресс-конференции, которые мы провели. Естественно, мы взаимодействуем с различными органами власти, поскольку мы как организация должны двигать наши интересы. Мы провели два крупных очень мероприятия. Это был форум содействия по всей стране, который шагал. И вот с Герцена мы провели открытое мероприятие по скринингам. Очень много проводим различных акций по диагностике и выявлению раннего онкологических заболеваний. Мы проводим премию Всероссийскую в Кремле. Вот Татьяна Юрьевна была одной из первых номинанток в первом нашем самом мероприятии. Мы наградили семью Семиглазовых как династию в онкологии. На самом деле вы все можете включиться в этот процесс, потому что здесь сами пациенты выбирают все лучшее, что было в онкологии. Лучшее учреждение, доктора, медсестру, уникальную пациентскую историю. Пациент, как пример, боролся, выжил и другим дает возможность по своему опыту на выживание, шаг на выживание. Мы проводим Всероссийский конгресс. Он будет в этом году уже в четвертый раз, 24-25 октября в Общественной палате Российской Федерации. Всех вас приглашаем к участию. В течение двух дней у нас выступают эксперты, рассказывают о всем новом, что появилось в онкологии. И в том числе мы собираемся с общественными организациями, обсуждаем проблемы, как их решать на законодательном уровне. Основной целью, конечно, является информация. Мы проводим научно-практические конференции вместе с врачами. Очень мы благодарны, что они предоставляют нам такую возможность. Программа «Онкология», в которую мы очень активно включены через общественные. Ну, это вот то, что Вероника Игоревна Скворцова, да, вы просто можете почитать, я пролистаю. Ну, что могу сказать, только все вместе, вот в единой вот такой цепочке мы сможем двигать какие-то наши интересы. Действительно, чтобы программа «Онкология» возимела для нас силу. И действительно, чтобы мы с вами, нам всем с вами было легче лечиться. И действительно, все лечение, реабилитация, все, что нам необходимо, было нам доступно. Ну, это все наши группы, это вот мои личные контакты. Пожалуйста, с удовольствием подключайтесь к нам, и будем рады. И вообще, мы за, честно, я не перестану это говорить, мы за объединение усилий разных организаций, разных учреждений, разных специалистов. Потому что мы все должны быть сейчас по одну сторону баррикад против нашей болезни, иначе результат этой борьбы будет ноль. К сожалению, ВОЗ констатирует 2030 году каждый второй человек на планете Земля столкнется с онкологическим заболеванием, к 50-му каждый первый. Спасибо большое за внимание. Будем жить. Спасибо.